МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21-я година. На Белсате объекты у огляд галуных новин у Беларуси замежа. З вами Юлия Лабанова. Добрый вечер. Коронавирус протягваем сачыц за ситуацией у Беларуси и свете. Зменшите спилку. Поменьшить контакты. Как можно поменьшить? Увести карантин. Так, выникают иншие незручности. Не працуй громадский транспорт, не працуй метро, не працуй шагунка. Лежу вынеку поменьшается колькость нефикованных людей. Замеж школы, хатник, карантин. Беларуси самостойно робят заходы безопасности от COVID-19. Вчера написала заявление в школу о том, что я ребенка оставляю на 2 недели дома. До прояснения ситуации в стране. Не мачем и похвалиться. Лукашенко про пошнюю пятигодку. Не достигнуты 4 из 7 важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности правительства и нашего национального банка. Неводного нового выпадку COVID-19 за минулые сотни у Беларуси не выявили. А значит, с паранейшим у зараженных 36 человек. Ситуация под контролем, каже аминистераховыздоровье Владимир Караник. Те веры, цю гэты личбы беларусы, да як ситуация выглядит аперзамяжой. Анастасия Русецкая. 185 тысяч инфикованных и больше за 7 тысяч померлых. Традиционное обновление смрочной статистики коронавируса в свете. А в Беларуси без изменов. 36 выпадков. При нам сяйчинное министерство аховыздоровья заявляет, что новых хворых за сотни не з'явилось. Те доверяют официйной статистице жихары краины. Официальной статистике я не доверяю, но я не считаю вот эту вот панику мировую, что сейчас, я не считаю, что это реально так уж стильно страшно. Верю, что 36, потому что очень много знакомых, очень много и в Минске, и за Минском, и я общаюсь, ничего такого как бы сверхъестественного, как бы я не слышала. Все, которые нам предоставляют сведения, какие-то они слабо такие, противоречивые, потому что друг живет в Италии, как бы у них там все жестко, чуть ли не военное положение. И, ну, это факт, потому что люди видят все это в очередь. Доверяю я или нет, то я сказал бы скорее, что нет. Почему? Потому что в нашей стране, как правило, ну, очень мало правды. Тая частка света, где коронавирус знаходит, и где на черговые расшучшие кроки убрать без пандемии. Россия опошню с наших сусидев, закрывая межи. Уезд за Межником, Утемлику и Беларусам заброняют завтра. Украина спиняет чигуночный, авиационный и автобусный рух, как международный, так и внутренний. В Киеве дня при Дыхаркове закрывают метро. Зменшите спилкувание. Поменьшить контакты. Как можно поменьшить увести карантин? Так, выникают другие незручности. Не працует громадский транспорт, не працует метро, не працует чигунка. Лежу вынеку поменьшается колькость нефикованных людей. И, соответственно, поменьшается колькость тех, кто хворяет на коронавирусную инфекцию. У Беларуси шнельга трапит теперь только у кальянной. Рестораны и крамы працуют, школы и университеты отчиняются. Не допустить завозу коронавируса додатковыми заходами обьяцает министр Аховы Здоровья Уладимир Каранек. Мы разумеем, что у наших соседей ситуация не вельми добрая. Тому мы додатково минимизуем риски завозу до нас. Як застярах 60 коронавируса, напереда дни парае у Лукашенко. Частей мыть руки, трутить коронавирус горелкой и сауной. Мауля, у китайцы подказали, что этот вирус не вытремливает температуры плюс 60. Если появляются какие-то симптомы респираторной инфекции, на мою думку, не треба никакой сауны. Треба дать минимальную нагрузку, потому что сауна – тепло, это додатковая нагрузка. Это треба быть для профилактики, а не для лечения. С 36 официально подтвержденных выпадков COVID-19 у Беларуси трех пациентов выписали. На контроле у медиков больше за 2500 человек. Анастасия Русецкая, Белсад. Зачинять школы на карантин не будут, бо коронавирус не несет небезпеки детям. Гэткую позицию огучивали улады Беларуси. Только вот с таким подыходом згодны не усе батьки и навученцев. Шмат хто робит профилактичные заходы самостоянно и не приводит детей во установу эдукации. Алена Дубовик. Навучального процессу никто отменять не будет. Гэтак Министерство адюкации прокомментовало махчимость уведения карантина у школах. А для батьков и педагогов, які выступают за изоляцию детей, становится усе больше. Наталья Жура научора написала заяву директору школы, как ейная дачка не наведывала занятку. Павод для женщины в классе девушицы-девчинка так зарабили некальки человек. Переговорила с учителями, как действовать, как готовиться дома. Очень хорошо встретили эту новость. Я считаю, что карантин бы снизил возможный рост заболеваемости. Но здесь еще важна какая-то личная ответственность людей. Одной из причин немытозгодности уводить карантин Министерство Аховы Здоровья назвал невысокую свядомость молодых людей. Не глядяши на офицейную адмову Министерства, батьки, які хочуть и заливать дятей, могут зарабить гэта законно. У ответственности с семейным кодексом. Пользуясь статьями 65 и 75 можно написать заявление, где уведомить школу о том, что ребенок не будет посещать занятия с такого-то по такое-то и на основании чего. Встремливая батьков, які хотели б и заливать своих дятей, пытание, як организовать навучание. Махчима, решением могло б стать дистанционное навучание, на якое переходить краины-суседки. У приватной столичной школы Стембридж выкористали такий формат. Але, со слову директорки школы Натальи Искарцевой, рыхтование почалося давно и не было связанное с карантином. Опыт России показывает, что можно. Опыт наш показывает, что можно. Ну, то есть, да, это сложно, но можно. Можно делать не все сразу, не полный дистанц, без каких-то очных занятий, но какие-то кусочками делать процесс, переводя, без потери всего. Ну, то есть, лучше чуть-чуть потерять, чем потерять весь учебный процесс. Давайте откроем ткань, запишем сегодняшний дат. Иснують и иншие варианты навучания позашкольными стенами. Можно, можно пытаться общаться по вайберу, либо формулировать задания и высылать их по вайберу, либо использовать те площадки. Я уверена, что наши педагоги и в обычных школах, в том числе, знают разные платформы, типа Учиру, Фоксфорд и прочих, на которых есть задания по предметам. В околь, что официйно формат навучания у школах не меняется. Министерство адеквата изнеправдило информацию про перенос вакуацию на тыдень раней. Алина Таля Журына плануя перешекать складанную эпидемиологичную ситуацию всю семью и дома. Я свела минимум общения с людьми. Стараюсь не передвигаться по городу. Доделываю все дела, которые необходимо решить, чтобы потом не выезжать никуда. Перевела работу в онлайн. За самоизоляцию и карантин выступает не одна Наталья. У Сетиви заявилась и петиция с потребованиями официйно закрыть установы эдукации. За пять дзен яна собрала больше за 16 тысяч подписов. Алена Дубовик, Белсат. Крэйны-суседзи Беларуси увелез за барону на уезд. За межнікаў, алені на выезд. Айчынная МЗС подкрэсливае усе наше грамадзяне могуць вернуться с суседніх крэйнаў дадому. Так сама ведамства звертая увагу. Литва перестані пускать за межнікаў для транзітнага вертані дадому о пауначы 19-го сакавіка. С сюняшніга дня і до пауначы 19-го сакавіка для грамадзянаў Беларусі, які хочуть выіхаць з Литвы, адкрылі дадатковы пункт пропуску салечнікі Бенякони, дзе межу можна мянуць не толькі аутамабільным транспортам, але і пешкі. Падобна цягам заутрашніга дня пешкі можна пересті межу і у Медніках каменным логу, де у Райгардасе Прывалцы. Вернуцца з Польщу, Беларусь можна толькі праз пероходы ў Бабровніках, Бераставіцы, Тереспалі Берасті і Кузніцы Брузги. А пошні пункт можна мінаць не толькі на машыні, ті аутобусі, але і пешкі. Латвія і Україна не закрывала памежных аутамабільных пероходаў на выіст грамадзянаў. Дзесіць місяцца ўнаць дзесніне цуду. Темпы экономічного росту Беларусі маець перагнаць серыдні сусветны, узнявшыся да трох спаловы адсоткаў. Гэдкіе задання зазначаны ў пятигадовым плані экономічного развіцця краіны да 2021-га. Толькі вось пакуль хваліцца сабліва нема, чым, констатаваў Александр Лукашэнка. Тэму працягніе Юля Тяльпук. У минулай пятигодцы ўладыня выканалі аніводнага з адзінацці найважнішых прагнозных паказнікаў у пятигодцы Бягучай. Приток імпорта увеличиваецца. Аваловы внутрній продукт вырос только за счёт внутрніго спроса. Экспорт – приоритет пятилеткі. А мы не только не осваиваєм новые рынки, но і теряем традиціонны. Аутар администратывна гэкеравання экономіка іспытае за гэтазураду. У Палац Рэспубликі сёдня сабраў больш за паўсотні асобаў. Урат ў полным складе працтаўніков администраціі і кераўніков місцовой вертыкалі. Азнаеміўся са с праваздачамі і падсумаваў, што хваліцца асабліва не мачым. Заклікаў будаваць гнутку еканоміку. Первая і самая главная пабеда, што пятилетка пачті прашла, а страна всё ещё жива. І еканоміка, ёо такая сякая розэтыка, но всё-таки существует. Сярод фактичных досягненняў золата валютной резервы. У минулый пятигод цены скарачаліся, ў гэтай выраслі больш чымся ўдвая, паводлі стану на пачатак года. Але згодна з прагнозамі аналітыкаў МВФ сё літа нашы актывы знізяцца прыкладна на мільярд васямсот. Бо саскарбніцы будзем пагашаць дзержаўны доў. Знешній цягам чатырог гадоў вырас на 5 мільйонаў долараў і згодна з прагнозамі ў раду сё літа пратягне рост. А ўнутраны, які краіна навучылася рэгуляваць, на гэтым этапе пятигодки скаратіўся на мільярд рублёў. Невядома, як будзе на фініше, ба сё літа на 9 адсоткаў узрастуть выдаткі дэфіцитна га бюджету, абйём падаткаў застанецца неазменны. Калі летось рост экономіки склаў 1,2 адсотка, то про стяжкості знафта ў сё літа. У нас будзе ўже минус. І вось балансавання паміш рэцессія і стагнація, ўёць результат таго, што Беларусь опошлі 10 годов працягвае експерименты з дзержпланам. І як спадара Лукашэнка каже, вось, колькі ешчэ вы будзець спрабываць, ашукаць законной экономіки. Беларускіўрад начали з Лукашэнка, мінавіта гэта робіў в 19-м годзі і пачаў 20-й год мінавіта з гэтага. Галовною мэтою гэтай пятигодкі называлі павышэнні якасті жыцця. Удалося з інфляціей, яна меншая за 5 адсоткаў. Прибыткі беларусов за яємінусам выросли на 6 адсоткаў. Ті зауважили беларусы добробыт ў в офіційной статистице. Я покупаю вечорку, і тільки з-за того, що там є рубрика «Сейчас скажу». Лукашэнка хоть раз б, пацам, посмотрел эту газету і почитал, що делается, що творится, а? Со своім правительством. Стали лучше жыць, ну, потому что муж уехал в Європу работіць, там заробітки лучше. Комуналка, везде, все, все подражало. Это беспредел. Так нельзя. Народ нищий, пенсій не добавляют, нічого. Перемен, хочеться каких-то улучшэний, не хочеться какого-то прогрэса. Но мы его не получаем, так как на верхах сидят люди не самые молодые, і им, во-первых, удобно вести такую политику консервативну. С трибуны Кастричницкого форуму не бачная рука Левіафана представник у Раду пераконувал, будучи не за интеллектуальным продуктом, а не перапрацовчими предприємствами. Государственная политика може или подстроиться под нужды прогрэса, или игнорировать. В первом случае прогрэс страны ускориться, во втором случае он пойдет просто помимо государства, оставив його на обочине. После этой импрезы Лукашенко шмат разу указал про необходность будавать сучасную гнуткую экономику. Однако неводного отповедного документу за час не подписал. Юля Тельпук, Белсат. Больш за полову представников медиа у Беларуси летось зазнали перашкоды у працы у судах. Про это свечать выники опытания Беларусской асоціации журналистов. Теперь установа дамагается ровных умов працы для усіх журналистов у судовым парадку. Подробя з Днепра инициативу дытое чому на поседжение с камерой и диктофоном можно не трапить. Анастасия Каханович. Поводли нашого законодавства я и мои коллеги из Белсату мусим быть акредитованы у Министерства замежных справ як замежные журналисты. Мы поколь безпоспяхово спробуем отримать акредитацию. Тым часом представники судов нас не лечат журналистами. А тому и на судовый поседжение мы трапляем, як правило, без профессийной техники. Министерство замежных справ не дает акредитации, тому не акредитовывают и в суде. У вас нема акредитации, мы вас не пропускаем. Вы можете пройти граждане только по шпортах. Хотя на самом деле акредитация – это умовы особливого сприяния. Это не заборона на працу, а на двород сприяльные, додатковые умовы сприяльные для працы. Только у нас это, разумеется, как заборону. Поводли внутренней инструкции наведанья судов, как трапить на поседжение, треба акредитоваться у пресс-секретара суда. Инак Шахова может не пропустить. Так летость журналистка газеты «Новый час» Деяна Серадзюк без перашкода проходила на поседженю в так званой справе «Белта». Але над вершином прысуду галовный редактор Цитутбай Марыни Золотовой не трапила празадсутность додатковой акредитации. Меня не пропустили, как журналист. Але мне сказали, что я могу пройти как слухач. Потому что места в зале были. Але по кольке мне был такий дымач. Мне сказали, что с техникой мы вас не пропустим. Повод для пытания Белорусской ассоциации журналистов лета с перашкодами у выхода у суды сутокнулись больше за полову опытанных представников СМИ. Баш с пробоя про суд довести. Потрабование для журналистов узгоднять свой визит с пресс-службой архаизм. Правы журналисты замоцованы в законе абсолютно массовой информации. Инструкция, которую затвердил некий чиновник, она не повинна обмежевать еще больше правы журналистов, чем они обмежеваны в законе по СМИ. Сегодняшний суд, однако, постановил наагум не разглядать справы, бо позовник громадская организация. У гэтым выпадку повод для Верховного суда позовникам мусить быть коммерцина установа. Цепер Баш шукая редакцию, якая погодится отстоивать правы журналистов в суде. Настака Ханович, Белсат. Жить безмахчымаці свычасово пастрыхчася ци купить леки. Як гэта добра ведают жахары вёске Аксакалщина на Менщине. На тысячу человек там няма неводной аптеки, цырульни, культурницкой установы и навод звычайных ходнікаў. Про патрэбу инфраструктуры мясцовое доводит чиновникам уже 20 годов. Безвынякова. Вітаў Цивчэк падрэбязні. Вёска Аксакалщина Менскага району паселіща с блокавымі дамамі налічвая тысячу жахару. Сяродгіх 200 дзясей. Крімі как садзіка нікакіх абсалютно абразователніх развлікателніх учріждіні в нашім паселкі нет. Маладые маці звертаюць увагу. На гурткі дзясей доводзіцца вазіць ў Менск. І тое толькі тым, хто мае машыду. Што датычыць грамацкага транспорту? Вот здесь вот, пажаласта, гзе торговля сейчас развернулась маленькая. У нас дзеці уїжджають в школу. Приїжджаєт школьний автобус, приїжджають маршрутки. Місто абсолютно необорудованне. Причем, то місто, де стоять дзять, оно ще сквозне, там ездят машини, тому що там более-менє ровна дорога. Ровна дорога ж у Аксаковщині ж'ява рідка. Разве це дорога у нас? Дзеці ходять з фонариками в школу. Ну, а дороги вы сами видите, какие. Дзять скільки? Літ сорок, наверное, ремонту не було. Разбиті дзять ходить даже тяжело, не тільки, що на машині їздити. В основному вот такі види. Тут не один чоловік вже ноги себе ломав. За нормальне покрытию жахарі ведуть переписку з чиновенством вось уже два дзесяти годзі. Первоє время нам все обещали. Вот ми вас в следующем году включим в таку-то программу і называли, как программа называется, і ми чесно верили. Потом эти программы оказывається, що їх вообще не существовало. І вот так із года в год. Кап справзісь, чому так отбывається, телефонуєм у гаранські сельвыконкам. Писали обращення, мы отвечали письменно. Поднимать нужно обращення, рассматривать. А може так само для наших глядачок, ми просто показали так само вашу позицію, вось учим проблему, чому... О, это вам нужна с председателем, Ольга Петровна. Аднак до старшині до телефонуваться у працовний час не удалося. Няма у Аксаковщині ані цирюльні, ані пабутових послуг, ті рамонтов, ані навіть аптеки. Хорошо, коли машина є, а коли немає. Такі случаи, хоча б цитрамон, аспирин, самі непрозумі сердечні капли, то, що нам потрібно. Ну, аптеки уже говорилися, переговорилися много раз, але нас ніхто не слышит. Недавно жіхары перелічили усі свої оскарги у одній пітиці, десь вернулись у Дзержавній Камітет Майомащі, Менскі, Райвы Канкам і Савєт Депутатаў спропоноваю. Вырошыць питання пра перадачу неэффіктивно викорастанай майомащі з уласності Республіки Беларусь у безплатнае карыстанні недзержавно-юридычнай особя крыніцям акчымастяў для створення актуальнах асоціальна значнага аб'єкту на сяле. У організації означаюць, што готовыя шукаць сродкіна гэта самастойна. Вітал Ціўчык, Бёсат. А вось кому коронавірус не перешкода ды гэта британскім рейсерам. Летній сезон спаборніцтва у Бенгер Рейсінг распачаўся на трасі Энг Мерэнгу, што на пауднёвым заходзі країны. У супрацьвагу популярный формулі адзін організаторы приклалі намагані ў дезінфекцій трыбуны і трасы, ды терміна ўгонкі не пероносяли. Дякую за перегляд! Саправднае вясна усеўбляжеў. Завтра у Беларусі ды сямнадцаті тяпла і піроважна біз апаткаў. Раніцею махчымы туман. Падрабязный прогноз на двор я традиційна. На мапі приканцы видання нагэтыма мені ўся інформація. Больш шукајця на нашым сайті белсат.эу. Усяго добрага! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин